всем привет с вами маффин эльфа сегодня мы будем делать картинку в технике алкогольных или спиртовых чернил с помощью сета кистей для прокриэта который включает в себя кисти для создания эффекта спиртовых чернил также включает себя штампы текстуры и брызги и как бонус 5 золотых кистей чтобы создавать дополнительный золотой эффект эта картинка которую я уже нарисовала для неё у меня есть специальная палитра мы будем рисовать не точно такую же картинку а немножечко другую но в той же технике я вам покажу как так вот у нас есть белый холст сначала мы выбираем темный цвет например темно-фиолетовый и используем кисти которые называются фил то есть кисти для заливки так вы можете попробовать использовать кисти которые называются стрип ну то есть с их помощью мы будем делать такой основной рисунок например мы будем рисовать галактику поэтому у нас будет такая спираль закрученная она будет выходить сюда и потихоньку так закручивается внутрь вот это наша основная форма дальше мы уже от неё будем отходить чтобы формировать пятна и обычно делаю это на новом слое использовать можно либо кисть edges тогда получается можно создавать вот такой контур произвольный у которого будет размытие как его как будто мы накапнули немножечко спирта да в чернила вот можно трансформировать также можно менять прозрачность делать и более прозрачной вот и таким образом мы будем делать такие пятнышки вокруг нашей основной формы что еще можно сделать помимо таких пятнышек можно еще добавлять уже готовые например штампы здесь у меня есть такой похоже на круглый штамп вот тоже можно трансформировать и в каком-то месте тоже поместить здесь например как еще можно создавать такие пятна характерны есть еще специальные кисти droplet они тоже делают такую форму с темным краем которые характерны как раз для алкогольных чернил светлее потом если вам захочется добавить размытия вы просто берете блендер выбираете кисть вот здесь находится мне нравится блендер софт вот он очень мягенько так размывает если вам нужно чуть больше текстуры вы можете другие виды добавить также мы можем поразмывать уже на этом слое можно даже использовать даже можем использовать уже ластик вот чтобы вот эти у нас пузырьки не сливали с основной линии вот и таким образом мы будем делать спираль можем делать ее одним цветом потом уже наложить цвета которые нам хочется можно делать сразу разными цветами например не взять не фиолетовый а такой вот цвет морской волны также можем регулировать прозрачность вот они как раз в центре у нас будут более такие темные вот я обычно добавляю их с разной последовательностью вот она он слое потому что потом если захочется например чуть-чуть где-то высветлить делаю это с терочкой либо вообще сделать их более полупрозрачными более нежный такой цвет вот тогда мы меняем позрачный слое например вот эта часть мне кажется должна быть чуть-чуть сдвинута от центра потому что от центральной линии она как раз должна быть самой такой темной еще один вариант добавления давайте это специальные кисти такие с распылителем похожие на пятна там есть первая текстура она именно с пятнами такими можно так вот добавить там специально сделали пятна сделаны пятна разной величины чтобы не было видно что это какой-то штамп здесь тоже можно немножечко растереть можно делать более такой стерк тоже в виде кисти для создания самих форм и тоже вот так вот вот это же уже на этом слое где у нас находится основная форма слое потихонечку делаем эффект таких пузырей вот они могут быть с разным краем можно нарисовать белым тогда будет лучше заходить если вам кажется что край слишком слишком темный всем же блендером немножечко стереть вот так нужно чтобы общая форма у нас угадывалась вот что здесь идет спираль такая вот давайте добавим еще форму в форму на кромеи в форму и на и 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 Добавить можно, например, вот такой полоской, у нее тоже более такие края размытые, смотрится похоже на чернила, вот так проходимся по всему нашему завитку. Можно добавить по желанию еще элементов. Вот такая форма есть, чуть-чуть по размеру посмотрим. Будет хорошо смотреться. Чувствую, что здесь еще нужно добавить немножко. Также можно добавить прямо брызги. Бывает, что такие мелкие брызги образуются. Обычно они по краешкам идут. Также можно некоторые формы подчеркнуть дополнительной обводкой. Для этого есть специальные кисти чернильные. Например, чтобы край был более такой живописный. Делаем для него такую вот обводку, как будто они туда затекли и расплылись. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Итак, наша работа почти готова. Можно ставить так. Но на этой картины я вам покажу, как мы добавим еще золотой. Есть специальная палитра золотая. Вот она. Выбираем цвет. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть кистей. Есть просто золотая кисточка. Можно и пройтись по краю. Она будет хорошо перекрывать как темные участки, так и светлые. Вы можете ей же рисовать такие заливы золота. Если бы вы добавляли золотые чернины, где-то они бы скапливались. Но такой кистью они не так естественно смотрятся. Здесь есть так называемый ойл. Он более такую мягкую текстуру дает. Вот именно там, где она размывается, то есть растекается золото, там очень хорошо подходит. Обычно добавляют по центру. Более если у нас такая галактика, то думаю она как раз может блестеть. Добавляем по краешкам, потому что обычно если мы капаем чернила прямо в пятно, оно расплывается на края. Также можно сделать брызги. Для этого есть такие специальные кисти. И более интенсивная такая кисточка. Тоже такой интересный эффект получается, именно разбрызгивание. В принципе вы же можете в своей работе не только добавлять золотые чернила куда-то, но и потом их разбрызгать, например. И если вам нужно что-то прям большое залить золотым, то есть такая специальная текстурная кисть. Не знаю, насколько здесь это где-то уместно будет. Например, вот так залить. И потом лишнее уже можно стереть. То есть здесь уже сразу большая заливка получается. Итак, наш арт готов. Я бы еще здесь написала что-то красивое тоже золотым. Для этого подходит как раз кисть Brush Bolt. Я еще потемнее, чтобы фон там был более темный. Я изнутри. А я забыл. Я забыл. Давай я иду. Вös. Я забыл. Но я не буду. Также нагрение. Да, и я открываю. вот такая открытка у нас получилась спасибо за внимание пока